всем привет это видео блог от navi я сухарев иван и сегодня я поделюсь с вами своими любимыми телесериалами и фильмами я составлю такой список из топ-3 телесериалов и топ-3 фильмов и прежде я вам хочу сказать заранее что я предпочитаю и люблю русский кинематограф мне он более понятен он ко мне ближе по душе поэтому кто любит иное кино уж извольте вот на досуге я конечно думал я думал какое кино я люблю и какой список составит но так и достаточно не определился что из этого всего будет там на первом месте на втором и на третьем давайте начнем хорошо давайте начнем с кино кино все-таки это такой жанр и более полноценный кино на третье место на третье место я бы поставил третье место думаю для меня для меня наверное фильм остро с петра мамоновым замечательное кино очень люблю его давно у меня еще был dvd диск прям dvd диск коробка такая красивая этикетками лицензионный диск и я его смотрел когда еще вот так были dvd плееры для для телевизоров вот замечательное кино режиссер лунгин он снял да много замечательных других фильмов по моему зовут лунгин если я не ошибаюсь если я ничего не напутал потому что уж много всего в голове крутятся по поводу кино второе место я бы отдал фильму я бы отдал фильму окраина есть такое кино хоть такое необычного формата непростое оно снято в черно-белом цвете но это новый фильм относительно там по-моему двухтысячных но вот какого-то вот относительно недавно может 10-15 лет предел этому фильму кино очень интересное режиссера увы я не запомнил как его зовут вот но вот поищите фильм называется окраина фильм об обычных мужичках которые сплотились и пошли скажем так отвоевывать свое имущество или земли родину вот на первую строчку на первую строчку я поставлю кино свой среди чужих чужие среди своих фильм хороший очень добрый о дружбе о благородстве чести и так далее красивый безусловно там замечательная музыка эдуард артеми великий композитор и он любом кино не подражает своей музыкой вот вот такой вот родился у меня списочек топ-3 русских фильмов от вани эдварда будет приятно если кто-то для себя откроет что-то новое после просмотра этих фильмов теперь давайте пойдем дальше к телесериалам телесериалы давайте третье место третье место о вы знаете третье место и замечательной работе владимира мошкова готов отдать это телесериал ликвидация про одессу про послевоенную одессу вот игра актеров атмосфера этого сериала бесподобна действительно один из лучших советских не советских а ну отечественных русских сериалов но второе место поставлю чтобы поставить на второе место знаете очень люблю сериал про войну называется диверсанты там два сезона про сдружившихся молодых ребят прошедших которые прошли вместе войну были они разведчиками пережили много подвигов и истории вместе их ним командиром был актер которого уже увы нет в живых галкин очень хороший актер я его люблю все его знают наверняка по дальнобойщикам сериалом за набор щеку сериал дальнобойщики то есть это его такая вот роль когда я впервые по крайней мере его увидел но потом убедился что этот актер очень многогранный очень талантливый хороший вот царством и небесного вы в живых вы уже не с нами а на первое место среди сериалов давайте я поставлю пусть будет я честно не планировал что я бы на первом место поставлю на этот сериал но тем не менее вот давайте вот как получается так и получается я поставлю интересовал викинги которую я недавно только посмотрел там два сезона или три я не помню но он он очень интересно он снят сценарий в основе сценария лежит на самом деле реальная легенда миф на скандинавских народов то есть конечно же этому нету каких-то там прямых подтверждений но есть какие-то сохранившиеся народные скажем так легенды или может быть даже какие-то летописи о рагнаре ладброки который завоевал париж который был очень известным воином о нем помнят спустя много поколений поэтому то есть считается что это реальный персонаж вот такой вот список всем спасибо до свидания спасибо Продолжение следует...